Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В последствии он занимался рекламой предприятия. Гособвинение, в частности, пыталось выяснить роль Сергея Лузянина в заключении договора по оказанию рекламных услуг между центральным рынком и футбольным клубом «Динамо». На эти цели из бюджета МУПа было выделено 2 миллиона рублей. Реклама рынка должна была размещаться на программах, баннерах, спортивной форме и билетах клуба. Сыгчин отметил, что Сергей Лузянин на заключении договора с футбольным клубом не настаивал. Однако сторона гособвинения усмотрела противоречия в показаниях свидетеля. Так, исходя из первоначальных показаний, которые Сыгчин дал следователю, инициатором договора являлся именно Лузянин, а стоимость рекламных услуг была чрезвычайно высока. На это Игорь Сыгчин заявил суду, что первоначальные показания недостаточно достоверны, так как следователь оказывал на свидетеля моральное давление. Например, утверждал, что из свидетелей Сыгчин может перейти в разряд обвиняемых. Программа «Экономика». Кроме того, отмечено наличие у предприятий имущества, которые они не используют. При этом количество такого имущества ежегодно увеличивается. За три года почти в два раза. Полный перечень выявленных нарушений направлен в областную прокуратуру, а также правительство Кировской области. Компания СУ-155 докупила госпакет акций «Волговят-Цемента». Ранее один из крупнейших в России девелоперов жилья эконом-класса уже контролировал почти 75% уставного капитала завода. Мингус имущества Нижегородской области провел торги по продаже акций предприятия еще в конце декабря. На продажу выставлялась 20 тысяч и одна обыкновенная акция, принадлежащая Нижегородской области. Они составляют 12,5% уставного капитала завода и обошлись СУ-155 в 20 миллионов рублей. Еще 12,5% принадлежат Кировской области, которая также изъявляла желание продать свой пакет акций. Пока неизвестно, когда будут проведены торги. Как сообщает коммерсант, в случае приобретения завода в стопроцентную собственность, СУ-155 сможет приступить к разработке карьера и таким образом закроет собственные потребности в «Цементе» в регионах. Курс валют по данным Центрального банка на 15 января. Доллар 33 рубля 24 копейки. Евро стоит сегодня 45 рублей 41 копейку. Мария Петухова, Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101 ФМ.